Особое мнение на 101FM Завершается прием заявок по проектам на следующий год 28 октября, по-моему Можно сказать, что он сейчас в разгаре 28 октября он заканчивается А по ПМИ тем временем доживает, скажем так, уже до своего 10-летнего юбилея В следующем году проект отмечает первый юбилей Можем ли мы сказать сейчас, проанализировав то, что есть в этом году Насколько у нас проект развивается успешно Я, насколько понимаю, вы тему проект местных инициатив презентуете на гражданском форуме Который стартует уже завтра С чем подошли? Ну, вопрос непраздный и вопрос достаточно сложный При всех очевидных результатах, которые мы достигли И которые отражены даже в докладе Минфина и Кировской области Один из регионов, достигших выдающихся результатов в инициативном бюджетировании В частности, в проекте поддержки местных инициатив И по количеству проектов А самое главное, там Кировская область выделена по количеству граждан Вовлеченных в принятие решений Сколько у нас их? Ну, порядок цифр У нас, по-моему, 4 миллиона уже человек У нас жителей столько нет, но это просто не по одному разу люди поучаствовали Естественно, да Все эти цифры, конечно, впечатляют Особенно те регионы, которые впервые задумываются о таком явлении И о внедрении практик, как называется, инициативное бюджетирование Вот, но есть, конечно, моменты, которые вызывают опасения И, собственно говоря, тема нашей секции на гражданском форуме Послезавтра, 19 октября Так и звучит Риски и развитие проекта поддержки местных инициатив Кировской области А такие риски? Можем немножко анонсировать Ну, я думаю, что мы вот на секции об этом Более подробно Более подробно поговорим Пусть такая интрига небольшая сохранится Но я приоткрою завесу Не секрет, что у нас уже несколько лет существует ситуация Когда подрядчик, заявляющийся на конкурсной основе На заключение муниципального контракта По выполнению работ в рамках проекта поддержки местных инициатив Деньги получает только в следующем финансовом году И это, наверное, самый большой и основной риск Эта ситуация у нас, по-моему, года три уже существует Ну, она, по-моему, с 2014 года на 2015 Когда планировали Вот с 2015 года, по-моему, она существует Такая ситуация Причем она постепенно складывалась То есть не вся сумма Планируемая на софинансирование Из областного бюджета ППМИ Сразу была перенесена Она переносилась постепенно Ну, я так понимаю, что сложно уже подрядчиков находить Потому что не все готовы вкладываться своими деньгами Сегодня и законодательство Законодательство ужесточается В части требований к муниципалитетам По выполнению своих обязательств По расчетам по муниципальным контрактам Вот, и ужесточение планируется и еще в следующем году То есть это пока планы, но если это ужесточение произойдет То еще будет сложнее выруливать вот в этой ситуации И это, конечно, сказывается и на активности участников И на привлекательность таких контрактов для потенциальных подрядчиков А на активности участников почему сказывается? Ну, потому что под удар в первую очередь попадают главы муниципалитетов Так У нас уже есть прецеденты, когда подрядчик грозит подать в суд Ага, то есть он подает не на областные власти, не на федеральные власти Естественно, заказчиком и исполнителем обязательств по муниципальному контракту является Муниципалитет, а должностное лицо, которое несет в первую очередь ответственность Это глава администрации Если мы говорим об активности людей Вот 10 лет, мне кажется, это такой, ну, достаточно критичный, да, срок, 10-й год То есть вот это происходит, 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 как-то вот развивается Сначала было мало, потом начали люди вовлекаться Потом начали этим загораться Потом у кого-то что-то сделать получилось Он подумал, о, здорово, надо попробовать еще что-то сделать Попробовал еще раз, еще раз получилось, да У кого-то, может быть, со второго раза не получилось Разозлился, сказал, ну, вот в следующем году точно сделаем, да У нас есть примеры, когда из третьего, из четвертого и даже, по-моему, с пятого уже есть примеры, когда люди добиваются Добиваются своего То есть если есть актуальная проблема, если есть единственный инструмент для ее решения в виде ППМИ, то и местные жители, и администрации таких муниципальных образований все-таки, ну, добивают Вот усталости у людей нет от проекта? Есть, конечно Причем усталость, она, ну, в каком-то смысле Мы даже здесь вот в эфире с коллегами, с Михаилом Шевелевым вспоминали разные истории Когда с первого же года у некоторых наступает определенная усталость Которая выражается, ну, вот в том, что наработались, да, вроде результата добились Но так тяжело, трудно и с многими рисками и так далее, что хочется там отдохнуть в какой-то момент Вот, и есть истории, когда при прочих равных условиях, вот при такой усталости руководством муниципалитета Люди, которые непосредственно отвечают в этих муниципальных образованиях за работу с населением Ну, курируют проект поддержки местных инициатив, взаимодействия с главами сельских поселений Они понимают, что этот ресурс один из немногих, который муниципалитеты на уровне районов, на уровне сельских поселений могут использовать Для того, чтобы конкретно что-то уже в следующем году сделать хорошего, полезного Как-то улучшить свою жизнь, улучшить инфраструктуру, наладить взаимодействие с людьми Вот, но периодически мы, конечно, слышим о том, что вот мы, ну, некоторая усталость накапливается Но это ведь еще и сигнал для того, что, наверное, надо пересмотреть свои подходы, да, взаимодействие с населением Иногда главы устают от того, что либо не стремятся более активно жителей вовлекать В каждом населенном пункте, в каждом сельском поселении, в городском есть актив определенный Есть активисты, есть люди неравнодушные, которые готовы вовлекаться и готовы ввести за собой там оставшиеся 90 там и больше процентов населения Но с ними надо вступить в контакт, их надо зажечь, их надо за собой, как говорится, повести, чтобы они поверили, чтобы они увидели, насколько сложно сегодня работать главам В каком они практически бесправном положении находятся Вспоминается сцена из незабвенного фильма «Тот самый Мюнхгаузен», когда бургомистр в диалоге с герцогом говорит, что он каждый утро в 9 часов Должен быть в магистрате, он туда идет, и он не может сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть Это такая метафора Марка Захарова, она для многих муниципальных образований сегодня в Российской Федерации, не только в Кировской области, очень актуальна и звучит остро, а не с юмором по большей части В общем, для многих глав ППМИ это такая, наверное, ну и способ улучшить чем-то жизнь, да, жителей Мы определенный подвиг в этом есть Да, определенный подвиг и определенная головная боль, я бы сказала То есть что-то героическое вообще в работе многих муниципалитетов, многих администраций сегодня есть, а уж в работе в ППМИ тем более Секция по рискам и перспективам развития проектов инициативного бюджетирования в Кировской области анонсируем еще раз в эту пятницу, 19 сентября С 13.30 на площадке Детского космического центра, Гражданский форум Будете вы, будет Михаил Шевелев Евгений Дрогов в нашей студии, председатель союза журналистов Кировской области и консультант проектов по поддержке местных инициатив Еще одна тема, связанная с ППМИ, специально Евгений просил вас посмотреть заранее, да, ознакомиться, может быть, с документацией какой-то В нашей студии в этот понедельник были представители Великорецкого, села Великорецкого, жители, там история с ППМИ не очень красивая Получилось, как мне кажется, ну, во всяком случае, как это выглядит сейчас в СМИ Был создан проект по благоустройству территории кладбища в Великорецком Кладбище там, я напомню, не совсем современное, да, там есть и старинное захоронение Ну и вообще Великорецкое, это памятник фактически, да, в нашей области, куда каждый год с крестным ходом огромное количество людей добирается, в том числе не из Кировской области, да И вот, значит, на территории кладбища, как говорят местные жители, кроме сухостоя, вырубили в том числе реликтовые деревья и на территории кладбища, и рядом с ним Жители этого не ожидали, жители, как я понимаю, подписывались и скидывались деньгами на то, чтобы территория была, а, очищена, в том числе было расчищено место для новых захоронений И, Б, как-то благоустроено, то есть появились, может быть, дорожки какие-то, еще что-то В замену этого они вот получили вырубленные деревья и пеньки Вот это так выглядит Вот проблема очень, на самом деле, сложная Я, во-первых, должен был быть там в этом году на собрании, 15 августа И когда я уже туда отправился, мне позвонили из Юрианского района, из администрации, и сказали, чтобы я туда не ехал, потому что собраний не будет Вот сейчас, Евгений, я прошу прощения, да, на этом мы маленькую паузу, полминутную сделаем, сходим на перерыв и вернемся Продолжаем особое мнение с Евгением Дроговым, консультантом проектного офиса Консультантом проектов по поддержке местных инициатив, председателем Союза журналистов Кировской области Село Великорецкое, история с реализацией проекта ППМИ Евгений в этом году, ну, можно так сказать, скандал, да, в Великорецком Вырубили на кладбище вековые деревья, как говорят местные жители, вместо благоустройства Евгений остановился на том, что должен был ехать в Великорецкое и проводить там как раз собрание с местными жителями Участвовали в проведении собрания, да, то есть намечена была там конференция, насколько я понимаю Но в последний момент оно было отменено, причем по звонку из администрации района Вот, я тогда о причинах отмены не знал, и вообще о скандале я узнал чуть позднее Это было в июле, да, по-моему? Это было 15 августа, у них должно было быть собрание, насколько я понимаю, история началась чуть раньше, за несколько дней до этого Я прочитал несколько материалов разных СМИ Я послушал эфир вот с Сергеем Ивановым, главой крестьянского фермерского хозяйства из Великорецкого, который В понедельник В понедельник с Александром Булдаковым у вас в эфире эту тему обсуждали Я поднял документы Я запросил в Министерство социального развития документы по этому проекту Мне прислали заявку, мне прислали копию сметы и дефектной ведомости И так-то картина была достаточно сложной Могу сказать, что она менее сложной не стала, но кое-что для меня прояснилось Ну, надо сказать, наверное, в начале о том, что я уже бывал в Великорецком в рамках проекта поддержки местных инициатив И был на собрании, когда Елена Сергеевна, глава поселения Пожидаева Пожидаева, да Только начинала работать главой И я помню ее желание сделать полезное для села совместно с жителями И каким трудом ей давался контакт То есть вовлечь жителей в некоторых населенных пунктах бывает очень тяжело Особенно в тех населенных пунктах, которые привыкли к тому, что для них все делается кем-то Ну, вот валится как из рога изобилия или из какой-то манны небесной А в Великорецком валится? Я вот, честно говоря, не помню В Великорецком на протяжении нескольких лет вкладывались достаточно большие деньги в инфраструктуру, в преобразование Я не скажу, что это плохо Это для отдельного села, это очень хорошо, тем более для села Всем бы так Да, всем бы так, село Великорецкое, село непростое Это духовная метка, скажем так, Вятского края и не только Все знают про Великорецкий крестный ход и про то, сколько человек туда приходит ежегодно И как туда влечет и гостей наших, и самих жителей Кировской области И высоких чиновников туда возят И высоких чиновников, и разных представителей разных сфер туда всегда возят Очень благоустраивали Да, благоустраивали, и там какие-то ремонты были, и дорог, и водопроводы, и школу там отремонтировали, и так далее, и так далее И в какой-то степени к этому человек привыкает И когда его пытаются вовлечь вот в такой проект, как проект поддержки местных инициатив Где важно личное участие, личное обсуждение и личный вклад еще деньгами Ну не все на это, скажем так, идут Хотя усилия, которые местная администрация предпринимала из года в год И что-то там происходило, там какие-то проекты реализовывались, что-то делалось И, собственно говоря, никаких до этого скандалов там не происходило Вот, давайте посмотрим с точки зрения заявки на проблему Вот перед нами заявка лежит Распечатка заявки, которая была подана Министерством социального развития в прошлом году Я поговорил с консультантом, который там был на собрании в прошлом году, Дмитрий Пандин Он сказал, что это была конференция, присутствовало несколько человек на собрании Которые представляли интересы всех жителей И речь шла о благоустройстве кладбища, за что, собственно говоря, и проголосовали Там было расписано, что входит в понятие благоустройства Да, вот смотрите, есть такой пункт в каждой заявке, каждый год с первого года Описание проблемы, решение которой направлена инвестиционная программа То есть вот этот микропроект, который реализуется с жителями в рамках ППМИ И здесь написано, что за годы существования кладбища скопился мусор Старые деревья, которые падают на могилы, разрушают существующие надгробия Что средств поселения на самостоятельную качественную очистку не хватает И чтобы не прослыть и ванными непомнящими родства Они хотят вот эту необходимость очистки и уборки территории кладбища Как одну из самых актуальных проблем реализовать в рамках ППМИ Тем более, видимо, были множественные обращения жителей в администрацию поселения и так далее Смотрим то, что заполнено дальше в рамках объяснений Вот что предполагается сделать И в табличке, объясняющей состав строительных работ Мы видим, что с метой предусмотрена валка деревьев Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов И погрузка и вывоз 140 тонн мусора В скобочках спиленных деревьев, кустарников, мусора Находящегося на территории кладбища Это заявка Дальше Есть табличка, в которой расписаны все строительные работы Предусмотрен строительный контроль В размере примерно 1% от стоимости проекта Также предусмотрено И здесь есть описание Вклад, неоплачиваемый вклад населения По этому вкладу Его размер оценен 17 тысяч рублей Предусмотрена уборка территории по внешнему периметру кладбища 900 метров, ширина 4-5 метров от границы кладбища Сбор и погрузка в транспорт То есть это жители обязались сделать в рамках этого проекта Сами Сами И вывоз на полигон ТБО трактором И здесь указана фамилия собственника трактора Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...